Собственно, как вы могли понять по названию этого видоса, речь пойдет о Стасе Айкок-Простой и о том, что же такое умный человек. Ну, точнее, я буду сказать не умный, а разумный. И заодно я постараюсь ответить на один его вопрос. Знаете, почему у меня от этого так сильно бомбит? Потому что я не понимаю, как люди могут произносить те вещи, которые они произносят, делать те вещи, которые делают. Потому что я действительно, вот мне иногда кажется, я какой-то, вот действительно какой-то чужеродный элемент. Что я здесь делаю, мне вообще непонятно. Для рассмотрения я возьму некоторые моменты с его недавнего стрима и, собственно, еще раз поясню некоторые высказанные им там мысли. И попытаюсь объяснить, почему до того же убер-маргинала они никогда не дойдут, вне зависимости от того, сколько высших образований он закончил и сколько книжек в своей жизни прочитал, ибо это по умолчанию невозможно. Дело в том, что в мире существует одно огромное блядское заблуждение, что, мол, люди — это разумные существа. На самом же деле, большинство людей инстинктивны, и их разум находится в подсознании, то есть в самом... То есть у нас уже есть разделение на разумных и инстинктивных людей. А по какому признаку они отличаются от чисто эмпирических? Можно это как-то пронаблюдать? Или у нас все люди инстинктивны? Тогда непонятно, что это значит. Потому что нету контраста. Дефиниция предполагает демаркацию. Определяемое понятие, оно выделяется из родового понятия, а не тождественное ему. Потому что если все люди инстинктивны, тогда зачем нам-то называть их инстинктивными? Можно просто называть их людьми, правильно? То есть, иными словами, у нас есть инстинктивные люди, и есть разумные люди. Но это то, что следует из только что сказанного. Хорошо, а как они эмпирически отличаются? Если никак, то значит не отличаются вообще. ...знаний под инстинктом. Также является редким представителем существа разумного, то есть обладающей объемным восприятием. Также... Так... К ним относятся, например, вот эти вот молодые люди. Это пост-ирония, наверное, какая-то. Я так понимаю. А где Ром-механик? Объяснение, что за херня это объемное восприятие, вы можете найти вот где-то здесь. Но начнем мы вот с этого момента. Я считаю, что философия мертва. Философия изначально это мать всех наук. Она должна была попытаться объяснить то, чего не способны объяснить остальные науки. Нет. В тот момент, даже не существовавший фразу... Ничего я не должна была объяснить из того, что остальные науки не могли объяснить. И это следует из того, что ты сказал сразу после этого. Потому что этих наук еще не существовало. Поэтому назначение философии не могло состоять в том, чтобы объяснить то, что... Не могли объяснить науке, которых не было. Единственное, ради чего стоит жить, это музыка. Ее в 21 веке может обосновать наука. Почему эта фраза действительно правильная и как музыка та или иная влияет на чуть ли не на физическое состояние человека. Нет, что наука не отвечает на вопрос, ради чего стоит жить и что вообще стоит делать. Проводится исследование. Следовательно, даже... Наука изучает сущее, а не должное. Это мысль Ницше, она... Ну я банальные сейчас вещи говорю, но на всякий случай, может быть, из там двух с половиной тысяч человек для кого-то не очевидно. Была не нужна бы в 21 веке, но, возможно, была там незаменима, когда наука не находилась на таком глубоком столпе познания, на таком глубоком уровне познания, чтобы исследовать такие процессы, как, допустим, когнитивные процессы, которые у нас проходят. Почему, когда я Марго об этом сказал, он не смог мне обосновать, для чего нужна философия? Конкретно, какие задачи она выполняет? Сколько философов, столько и будет ответов на этот вопрос. Для того, чтобы говорить о каких-то задачах, нужно уже находиться в какой-то парадигме, в каком-то фреймворке. Вот Стас, например, находится в парадигме диалектического материализма. Поэтому задачи он ставит, исходя из каких-никаких постулатов диалектического материализма. Вот для того, чтобы на эти постулаты посмотреть, философия, по большей части, и нужна. А вот зачем это нужно, ахуй знает. Она просто есть, по факту. У всего должна быть конкретная цель. То есть, вот пусть, если бы он обосновал... Ну, вот для того, чтобы разобраться с целями, философия во многому нужна. К сожалению, это слишком сложно и неконклюзивно. То есть, как по-русски сказать. То есть, там, устанцы претензии к сложным словам постоянно. Как по-русски сказать, не... Ну, типа, не знаю, как по-русски сказать, короче. Не исключительно, а как бы без заключающей части, как бы завершающей. То есть, не окончательно. Да, 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 да. То есть, это во многом, конечно, ответ такой принципиально не окончательный, так скажем. Да, то есть, недосказуемый. Вот. Не недоказуемый, а недосказуемый, скорее. То есть, тут ничего не поделаешь. Ну, с философией основная проблема в том, что она просто берет и появляется сама. Философские вопросы берут и появляются у людей. Самое лучшее, что можно сделать, это создать академическую дисциплину, которая, собственно, этот клубок будет каждый раз развязывать. Правда, жестом я только что показал, скорее, завязывание. Развязать это просто вот так вот получается. Вот. С одной стороны, вопрос сложный, с другой стороны, как мне кажется, мне кажется, все просто. Философия как просто вид активности, он у людей появляется сам. Философия как академическая дисциплина нужна для того, чтобы люди не слишком загонялись с той философией, которая появляется естественным путем, как побочный продукт жизнедеятельности. Я бы признал свою ошибку. Сейчас я попробую развернуть эту мысль и конкретизировать. Понимаете, философия – это обобщенное название определенных ключевых абстрактных идей. То есть, философия, она состоит из идей. Это не какая-то, блядь, одна идея. И вот большинство... Ну, так, немного упрощенно сформулировано, но можно, наверное, согласиться. Так. ...из этих идей действительно морально устарели, ибо для современного разумного человека... А что значит морально устарели, как-то определить? ...очевидны сами по себе. Что очевидны сами по себе? Но они, безусловно, важны, ибо являются основой и кирпичиком нынешних и будущих идей. А почему то, что они основы и кирпичик нынешних и будущих идей делают их важными? Как определить-то, что они морально устарели? Давайте к этому вернемся немножко. ...причинно-следственные связи. Помимо прочего, большинство философских идей... Связаны причинно-следственные связи. Ну, это тоже философская идея, и, в общем-то, как раз-таки, причинно-следственные связи разбираются достаточно богато на протяжении всей философии, особенно начиная с Давида Юма. ...их описание, то есть, труды написанные... Я больше скажу, про причинно-следственные связи написано очень много вполне себе новых вещей уже в 20-м и 21-м веке философами. Просто, ну, это не принято особо читать, потому что там некрасиво написано, там нету бойких каких-то слов, то есть, это не Ницше, это не, там, я не знаю, да и не Платон даже, да, у которых все эпично, красиво, там, про мораль рабов, еще про какую-то гуманитарную хуйню. Поэтому это в основном не читают, то есть, такая же проблема у Кирилла Нестерова была, когда там, вот, это устаревшая традиционная философия, он в списке самых цитируемых, он там приводит пример, значит, список самых цитируемых философов, игнорирует, там, Рассела, Квайна и так далее, то есть, всех аргументативных аналитических философов, нахуй, сразу говорит, вот, блядь, мои претензии, значит, вот, бытие и время, смотрите, Хайдегер, вот там, блядь, Делиос, Игватари, какая-то хуйня, блядь, Фуко, еще какая-то ебельдь, ну да, ну ты выбрал самую адскую, блядь, расплывчатую, гуманитарную хуйню, блядь, без аргументов. Без, без какой-то формы, в принципе, вообще без ничего. ...авторами слишком усложнены в силу того времени, когда они были написаны. Да нет, до сих пор пишется, и пишутся новые, действительно, вещи. ...это они еще усложнены тем, что они были сложны для самих авторов. Ну, это есть, да, если мы философию понимаем исключительно Гегеля, то да, это так. Ну, в принципе, полно было философов типа Шопенгауэра или там Йохана Гердера какого-нибудь, которые писали просто. В общем-то, просты для понимания даже сейчас. Ну, были, были случаи типа Аристотеля, да, когда там просто просрано все. Все, что было написано просто, со слов, мы знаем, со слов современников, что было написано просто, оно проебано. А остались только записки Аристотеля для самого Аристотеля, по сути дела. То есть, все, что у нас есть из Аристотеля, это то, что, ну, это лекторские записки вот для него самого. То есть, это вот внутри лицейная такая тема, просто его конспекты собственных речей. У них банально не было доступа к такому количеству информации и взаимодействию с ней, которая есть сейчас. Да, хорошо это или плохо, это в нашу пользу вот это вот количество информации или нет. Все-таки стоит понимать, что информация, к которой у нас есть доступ, она в себя включает все видосы Ивангая, блять, все книжки про Гарри Поттера, то есть, блять, аниме всякое, блять, песни Фейса. То есть, там слишком много гениального контента. Я думаю, что у Гегеля не было доступа к полному говну. Вот у Гегеля был доступ только к самой топовой хуйне, которая была просто в его время написана. Возможно, Гегель знал о мире больше, чем средний человек сейчас, значительно. И говоря уже о научном и техническом прогрессе... Нет, при том, что я Гегеля не очень люблю. Если вы откроете канал Артура Шарифова, то вы увидите удивительную способность... А, Шарифов не аж. ...объяснять простые вещи сложным языком. Но это не значит, что то, что он объясняет, сложно. Это значит, что сложно это для него. Если левая сторона будет находиться, собственно, слева от нас, а правая сторона будет находиться справа, все видят, да? То зеркало будет отражать надпись абсолютно правильно. Здесь отчетливо видно, что зеркало ничего не разворачивает. И мы видим надпись именно так, как мы должны ее видеть. Утверждение о том, что зеркало разворачивает картинку по горизонтали, это ложь. Правда в том, что зеркало показывает нам мир таким, каким мы видели бы его, если бы смотрели нашими глазами. В обратном направлении, но при этом не разворачиваясь. Если бы мы обладали зрением на 360 градусов, то мы видели бы предметы у нас за спиной именно такими, какими они появляются в зеркале. В принципе, логично. Возьмем, например, Шопенгауэра. На самом деле нет ничего сложного в том, что он писал. Основной его труд строится вокруг одной простой мысли. Это воля к жизни. Нет. Сразу нет. То есть я не эксперт по Шопенгауэру, но я на уровне дилетанта могу с точностью сказать нет. И буду прав. Открой мир как воля и представление и прочитай. Вместо того, чтобы на брифли.ру или конспекта какого-нибудь друга долбоеба читать, открой книжку и прочитай, она несложная. Сейчас при нынешнем образе жизни и потребительской способности и так легко можно наблюдать, что человек это существо, запрограммировано на то, чтобы жить как любое другое животное. Это вообще не из Шопенгауэра в принципе. То есть это просто какая-то хуйня. Не связанная никак с Шопенгауэром. С Шопенгауэром, с Хуяуэром. Там вообще не об этом. Но это не было такой... Воля у Шопенгауэра это метафизический принцип. Который объединяет в себя единство перцепции и вещь в себе Канта. Временно. Простой мыслью, когда он к этому пришел и написал, она морально устарела. Она была простой мыслью для буддистов уже в то время. То есть Шопенгауэр был буддист европейского толка. Какие-нибудь художественные произведения Сартера или Камю строятся тоже вокруг довольно простой идеи. Это бессмысленная жизнь. Экзистенциализм это концепция, построенная вокруг этой вот простой идеи. Бессмысленной жизни. Нет. Это опять не так. Упс. Но простым это можно назвать только сейчас, при нынешнем научном и технологическом прогрессе. Как научный прогресс демонстрирует бессмысленность жизни. Это во-первых. Во-вторых, экзистенциализм полностью строится на бессмысленности жизни, если мы к экзистенциалистам не причисляем никого, кроме Альбера Камю и, может быть, Льва Шестого. И все. То есть Сартер не экзистенциалист тогда. На минуточку получается. Это не было таким простым в то время, когда вот эти вот люди к этому пришли и написали. Не было это таким простым в то время, когда люди действительно верили в Бога и прочие сакральные вещи и смыслы. Просто на данном этапе... Ну, сейчас-то люди не верят в Бога. Все, пиздец. Это исчезло, ушло. Развитие, да, это не так актуально, как было в то время. И поэтому оно несет в себе такой ценности, как в тот момент, когда это было написано. Ну, надеюсь, я понятно объясняю. Сейчас, чтобы увидеть бессмысленность, вам просто нужно открыть ленту новостей или вкладочку тренды. Или посмотреть интервью Михалкова и Дудя. И вас просто ебало разлетится на щепки от фейсфалма. Вы великий русский художник. Скажите про лучшее кино, которое вы посмотрели в этом году. То, которое на вас наибольшее впечатление произвело. Ну, странно будет мой ответ. Домашний арест. Вы великий русский художник. Ну, это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других. Как сказать? Домашний арест, я так понимаю, это какая-то комедия от Андреа Сяна или от квартета И или какая-то такая хуйня. Ну, что я могу сказать? Я думаю, Михалков типа шутканул. Ну, он бывает острит. Довольно смешно. Ну, просто пиздец. Ну, во всей этой истории есть одно но. Людям кажется эта информация какой-то сложной или умной по одной простой причине. Она абстрактна. А чтобы понимать абстрактные вещи, необходимо обладать образным мышлением. Ну, или по сути, объемным восприятием. А большинство людей его не имеет. Оно у них плоское. И вот сколько бы Маргинал не прочитал книжек по философии, он понял за них ровным счетом нихуя. Так. Слова ему были понятны, конечно же, но не то, что они описывают. Не то, что стоит за этими словами. Печально. Спасибо за подписку. Понимание причинно-следственной связи – это тоже абстрактная информация. И она тоже требует объемного восприятия. Ну, ты понимаешь? Да, надо же. Понимаешь, Ловка. В данном случае абстрактность понятия коррелирует объем пустоты его мысли. Чувак, ты бы, блядь, слово «коррелирует» правильно использовал бы. Ну, типа, камон. Сие равносильно тому, что человек, никогда не видящий красный цвет, пытается объяснить то, как он выглядит. Ммм. В науке ничего, кроме корреляции, нет. То есть, когда люди говорят «корреляция» и не подразумевают наличие причинно-следственной связи, это, конечно, так. Проблема в том, что причинно-следственная связь – это разновидность корреляции, то есть соотношения. То есть, мы когда устанавливаем связь между двумя феноменами, да, что один из них вызывает другой, все, что у нас есть – это статистика. Так. Точно такая же, как статистика, которая показывает соотношение между количеством пиратов и глобальным потеплением, блин, и количеством театров, так далее. То есть, оно одно другого не отличается. Просто одно из них представляет из себя стабильную статистику, да, очень надежную, без какого-то стороннего объяснения уже доступного. Поэтому мы его называем причинно-следственной связью. А другое не представляет, блядь, в стабильной статистике, либо имеет постороннее объяснение, как, например, корреляция между отсутствием пиратов и глобальным потеплением, блядь. Интересно, контр-аргумент сейчас будет. У всего в этом мире есть два проявления. Одно внутреннее, другое внешнее. О, вот это на Шопенгавра больше похоже, кстати. Одно конкретно, другое абстрактное. Одно вы видите, другое нет. Нет, это уже не похоже. Это называется дуальностью. Так, это называется дуальностью. А как ты к этому пришел? Или это эзотерическая доктрина какая-то? Объясню на примере времени. Все же знают, что такое время, да? Да, все знают, что такое время, блядь. Блядь, жалко, ёбнуть нечего. Сейчас бы охотно. Сейчас бы охотно функцию ёбнем, активировал бы после этой хуйни, блядь. Ну все же знают, что такое время, как бы чё там рассуждать-то. Очевидно. Спросил, тебе ответили. Для большинства людей время – это вот эта вот штука. Нет, чувак, это часы. По сути, для них это единица измерения, привязанная к процессам. Это точно не единица измерения. Секунда – это единица измерения. И если по их логике всё перестанет расти и умирать, то и время, соответственно, остановится. Как бы... Это одна из концепций времени, да. Это смешно и абсурдно не звучало. Это его, так скажем, материальное проявление. Интересная такая концепция времени. Есть другие люди. В данном случае Стас, да. Он прекрасно понимает, что вот это вот время – это способ восприятия действительности, придуманной людьми. Время же, как абстрактное явление, – это момент здесь и сейчас. Это миллионы и миллиарды моментов здесь и сейчас. Будущее непрерывно становится настоящим, а настоящее непрерывно становится прошлым. Так. Спасибо за донат. Бля, мне одному тяжело слушать, когда одновременно оригинальная дорожка и перевод. Я просто не могу сконцентрироваться, блядь, потому что, как бы, для меня и то, и то текст. То есть, мне, когда 4 года было, мне было норм вот такое слушать, потому что для меня английская речь была просто SimSpeak, короче. Сейчас я не могу, блядь, потому что у меня, блядь, мозг переключается с одного на другой постоянно, в зависимости от того, что громче. Прошлое. Одна и даже куча костей. Вечный процесс рождения. Тут же как бы до этого эмбиента никакого нет, звука на заднем плане. Могли бы оригинальную дорожку тише сделать на этом моменте. Но нет, блядь, мы студия, блядь, квадрат через квадрат, или как там нас зовут-то, блядь. Нет, мы лучше знаем, как надо делать. И умирание рождения, и умирание будущего в настоящем. Но настоящее существует, мы не живем. Ты был в нем, когда я это сказал, но ты уже не в нем. Ты уже не в нем, ты уже не в нем. Ты обречен вечно гнаться за будущее, понимаешь? И вы либо понимаете вот эту вот абстрактную сторону вещей, либо нет. Другого не дано. Да, абстрактная сторона вещей, она такая. Едем дальше. Не кажется ли тебе, что музыка это вкусовщина? Но факт того, что классика это классика, и ценность ее в том, что даже в наше время мало кто может повторить подобные композиции. В этом и есть ее ценность. Дело в том, что музыка, как и любое искусство, всегда является отражением социального какого-то этого. Ну, экономическая ситуация, опять же, все с экономики начинается. Я пытаюсь вам сказать, что... Ну да, но это не говорит о том, что классика, она хуже, чем ее обычно представляют публики и так далее. Наоборот, говорит о том, что вот из экономической ситуации, то, что была аристократия, у которых было много денег, причем у которых была полная уверенность в том, что денег у них не только сейчас много, а вообще будет много всегда. Потому что по наследству просто передается, и все совершенно перпетуально, вечно означает. Вот, то есть, да, такой класс, конечно, будет слушать более изысканную музыку, потому что это в их интересах. Это в их интересах, значит, в наибольшей степени актуализировать, актуализовать. У меня русский язык сейчас проваливается. Актуализировать, короче, свое материальное состояние, таким образом, чтобы вот по максимуму все было. Чтобы если музыка, то самое лучшее, если еда, то самое лучшее. Так что да, то есть, если на кого-то и равняться, то вот именно на людей, у которых на протяжении многих поколений были почти неограниченные средства. Поэтому они выбирали сами для себя самое лучшее. А не рэп. Что в моей системе жизненных взглядов, музыка, кино, книги, все это социальные последствия. Хорошо. Спасибо за подписку. Видите, не может книга продаться огромным тиражом, если она не отражает состояние в обществе сегодня. За счет этого и получается паразитирование. То есть паразиты, это, условно говоря, те, кто увидит, что происходит в обществе. И классическая музыка, я считаю, она свою функцию там выполнила. И я не говорю, что классическая музыка это плохо. В контексте своего исторического периода это просто охрененно, это круто. Но у нее была определенная функция, определенное назначение, которое она выполняла. И даже если само это значение я трактую неправильно, и смысл и цель ее была совершенно в другом. Я считаю, что в 2018 году классическая музыка не отражает социальных каких-то, ну, того, что беспокоит общество. Ну, любое вот искусство это отражение того, что беспокоит общество. Потому что художник, композитор... Нет, не того, что беспокоит общество. Она является... Сначала ты говоришь, что она является продуктом каких-то экономических процессов. А потом ты говоришь, что она является отражением того, что беспокоит общество. Две разные вещи, на самом деле. Он всегда живет в этом обществе. И если он хороший, и художник, и композитор, он всегда пишет о том, что его волнует. И тут опять же сложно добавить, что-то к тому, что говорит Стас. Ибо ровно та же ситуация, что и с философией. Причина-следственная связь. Во-первых, не нужно повторять то, что уже написано. Это, блядь, не имеет никакого смысла. Нужно развивать и двигать вперед. Во-вторых, от того, что Моцарт и Бах считаются великой классикой, это не значит, что их музыка лучше современной. Современная, она просто другая. И вот первое, является основой и кирпичиком для современной. Это называется развитие. Ну, кстати, самое интересное, что в этом... Спасибо за подписку. Самое интересное, что в этом я как раз согласен вот с этими людьми, а не с Ежи Сарматом. То есть я не сторонник того, что есть какая-то супер элитарная музыка. Что ее необходимо слушать, если ты хочешь быть умнее всех остальных. Это Сармата позиция. Моя-то позиция как раз в том, что музыка, если она музыка, то она не может быть лучше чего-то другого. Также из поэзии, кстати. И со всем остальным. Я вообще фолк люблю в целом. Причем не кантри, который маскируется под фолк, а реально фолк. То есть вот с примитивной волынкой, не шотландской, а вот такой центральной европейской волынкой. Маленькой, блядь. Со всякими инструментами типа зурны и так далее. Я вообще такое как бы в основном люблю. Ну и металл, конечно. Вот так что, так что да. Но это не отменяет того факта, что у Сармата есть аргументация в пользу его позиции. Мы возвращаемся к теме философии. В философии важна аргументация, а не вывод. То есть вывод можно выдумать как угодно. Вот этот человек придумал дуализм какой-то. Как он к нему пришел? Ну, наверное, там были какие-то аргументы, но мы их не услышали в этом видео. Потому что они не были нам представлены. Нам был представлен какой-то фактует на тему дуализма. Вот у нас есть абстрактная реальность, вот у нас есть материальная реальность. Окей. Эзотерика. По сюжету бессмертный чувак как раз-таки писал произведения за всех вот этих вот великих людей. Но в наше время, да, в современное, он пилил музыку в жанре нойза и психодельки. А, ну, все. Сармат слит и вкачан. Видите, в фильме Джармуша про вампиров, блядь. Чувак, который писал за Бетховена, он, короче, перешел писать, как бы, блядь, нойз. У тебя уютно. Твоя новая музыка чудо. Напоминает струнный квинтет, что ты удашь умерших помощь, а он выдал его за свой. Да, я сам его просил. Я дал ему только Адашу. Какая же Тильда Свинтон страшная. Чтобы люди услышали. Поэтому ты пишешь новую музыку. Ну, в этом, в общем-то, и фишка, наверное. Я хотел узнать, получу ли, вот ли. И, безусловно, все, что написано и создано, как и сказал Стас, является продуктом своего времени. Панк неразрывно связан с 70-ми, постпанк с 80-ми. Ну, панк и постпанк не такой яркий пример, на самом деле. Потому что это уже эпоха, когда было телевидение, когда уже очень долгое время было радио, когда музыку уже давным-давно можно было записывать и распродавать. Поэтому вот эти все тренды уже, вот когда панк появлялся в 70-х, потом вырождался в 80-х и так далее. Уже продюсера все это дело форсили благополучно в средствах массовой информации. То есть, это как раз-таки теория базиса и надстройки, она поэтому-то, в общем-то, теперь и не работает. Она была охуенная в 19-м веке. Потому что, действительно, вот экономическая какая-то модель, вот ей соответствует какой-то модус в искусстве. Но проблема в том, что вот сейчас можно зафорсить любую хуйню вопреки экономическому базису. Увы и ах. Гранж с 90-ми, какая-нибудь мазафака с начала 2000-х. Ну и в-третьих, современная музыка, она намного сложнее, богаче, разнообразнее, тоньше вот этой вот великой классики. Да, особенно Гранж в 90-х, прост пиздец. А какая современная музыка-то имелась в виду? Перед этим был Гранж назван. Это, блядь, Гранж сложнее... Какой классике он сложнее, блядь? Это Smell's Like Teen Spirit сложнее, я не знаю, фантастической симфонии Берлиоза. Мы что под классикой имеем в виду? Именно классицизм или классику в широком смысле? Если классицизм, то это получается, что там, Гайден, Моцарт, Бетховен... Я сейчас говорю не о той музыке, что вы можете услышать по телевизору, радио или рекомендации ВКонтакте, нет. Я говорю о той музыке, что скрыта вне дых бендкампа и до которой еще нужно дойти, ибо слух, а точнее восприятие музыки тоже имеет свойство развиваться. И если вы слушаете только рэп или только рок, вы не рэпер или крист, вы просто ограничены. Философское познание выше научного. Нихуя себе. Мне нравится, мне уже нравится. Первое. Ну, я, кстати, против вот этих вот выше научного, блядь. Не очень понимаю, что это значит философское познание выше научного. То есть, это тоже какой-то пиздеж, довольно тухлый. То, что философское познание выше научного просто, блядь... То есть, ну, в качестве троллинга, наверное, можно так спиздануть. То есть, когда беседуешь со студентом-физиком, типа, эээ, блядь, философское познание выше научного, смотрите, блядь, вон у вас там интерпретация квантовой механики, а это тоже философия. Слит и вкачан, без аргументов, без образования. Ну, это же такая тухлая хуйня, что ли? Да ты же пошла как-то. Просто иди нахуй. Вот серьезно, блядь, от всей души. Это такой пиздень. Ну, кстати, согласен. Согласен с Кузьмой. А, блядь, это Стас. Да, все равно согласен. Это такой бред, вот, блядь, подобный утверждать. Философское познание. То есть, ты с помощью философского познания сможешь познать, ну, например, язык программирования C++. Не, вот это уже не в ту степь как-то Стаса понесло. Достаточно было просто сказать, что, блядь, а какие критерии выше-ниже, пожалуйста, перечисли. И тут донатер слился бы благополучно, и все. Но Стаса понесло. Условно говоря, да, то есть, это тебе позволит познать его полностью. Что есть познание? Познание, это понимание. Ну, на мой взгляд, может быть, я с дефинициями неправда. Познание? Не, нет, Стас. Познание, это познание. Понимание, это понимание. Ты отходишь от пути, понимаешь? От пути? Не от пути, а от пути ты отходишь, да, от своего эзотерического дзен-пути. Правда, и познание, это нечто другое. Но познание, это понимание того, что как есть, что как устроено. И ты никогда не сможешь познать что-то, ты не сможешь познать даже цвет камня. Не используя для этого математическую модель. Ну, тут Стас Чука промахнулся и... Это имеет смысл, на самом деле. Все его заебали просто с этой философией. Стас умнее этого чувака. София, они, конечно же, равноценны и находятся в определенной степени зависимости друг от друга. И одно без другого не даст полного понимания какого-либо явления. Ну, в принципе, тоже, кстати, довольно здравая позиция. Она, опять-таки, упрощена очень сильно. Ну, в общем-то, в этом тоже есть определенная фишка. В этом тоже есть определенное преимущество в том, что она упрощена. Например, какой-нибудь квантовой механике. Эйнштейн со своей теорией относительности тем и хорош, что смог описать и вычислить это с обеих сторон. Едем дальше. Юлик, делает реакции на чужие видео. Фу, зашкварь, некачественный контент. Маргинал, делает реакции на чужие видео. Бля, мыслитель, философ, гений. Сука. А какие же двойные стандарты у людей? Меня это, конечно, поражает. Или они реально при этом выкупают? Ну, не суть. Не, ну, я, как бы, делаю их на стриме, в лайве. То есть, тут именно суть в том, что контент интерактивный. Он мне что-то пишет, я отвечаю. То есть, я это не в виде видосов делаю. Ну, я тоже против обсиралова людей, которые реакта просто пилят на ютубе. Даже если это не стримы, не интерактив, нихуя. То есть, ну, пусть делают. Спрос есть, какая разница. Это что, динамика спроса и предложения, ёлла-пала. Ну, если Юлика смотрят, а его смотрят, его смотрят лучше, чем Кузьму, блядь, сейчас. То есть, ну, пусть смотрят. Что я? Я сомневаюсь, что какая-то, блядь, великая русская культура от этого пострадает, загнется нахуй и все, пиздец. То есть. Дегустация каких-то блюд, но она имеет, она имеет, в общем-то, прикладную функцию вполне себе. Ты посмотрел, как Кузьма жрет, как дегустирует разные виды доширака, и такой, ну вот, этот доширак лучше, этот хуже. Это абсолютно естественная хуйня для людей, ибо их внимание, оно может быть направлено только вовне, но не вовнутрь. Вовнутрь требует объема, поэтому... Глубоко. Люди могут наблюдать только за другими, да, какие-то определенные вещи, но не самими собой. И то, в зависимости от того, выгодно им это или нет. По поводу двойных стандартов, это называется субъективностью. Так как объективного мира для них не существует, потому что объективный мир – это абстракция, то вот такая вот субъективность, она подразумевает, что я априорде хорошо. Я надеюсь, что ему мало лет, вот этому, как бы, мальчику, и он вырастет, и у него будет интересная, действительно, философская, сложная точка зрения с аргументацией, а не просто с постулатами, значит, метафизическими, про раздвоенную реальность и так далее. Какого-то субъективности, вот тут вот ничего другого не существует. И как только что-то становится выгодно, то автоматически меняется и отношение к этому. Люди это не контролируют, и ответственности, как бы, быть никакой не может. Ну, я, ну, 23, да, но он Ашкенас, чувак, как бы, тут есть, как бы, аапов, определенное несоотношение. Мы вообще, мы южные люди, у нас мозг созревает быстрее, значительно. Я лет эдак в 17-18, пока в техникуме, я бы еще до универа был, я писал, блядь, сочинения, здоровенные доклады про диалектический материализм, потому что я тогда по марксизму угорал и переводил с русского на английские работы, блядь, всяких совковых исследователей, блядь, Асмуса и прочих хуёв. Вот, то есть... Едем дальше. Куда съёбывать-то? Куда ехать? Если я готов, к примеру, в любую страну, я готов выучить язык, где они так, где нет вот этих вот фашистов, где капитал не сметает всё на своём пути, где нет вот этих вот классовой борьбы, которые многие... А чё, капитал-то сметает? Чё-то капитал настолько сметает, что страны, в которых, блядь, люди занимались земледелием и дохли каждый раз, когда, блядь... Каждый раз, когда на один дождь было меньше, вот, значит, этой осенью, да, дохли массово от голода. Вот там сейчас этого нет, и в принципе они и особо не дохнут. То есть они, конечно, в довольно хуёвых условиях работают на фабриках, собирая нам айфоны, но, по крайней мере, они не дохнут с голоду на ровном месте просто. То есть всё сделал правильно, но сдох всё равно, потому что вот дождь вовремя не пошёл в этот раз. То есть вот смотришь, блядь, на запястье, где у тебя часы должны быть, такой, блядь, когда же дождь? Ай, дождя нет, всё, похоже мне пизда в этом году. Прости, ну ты, блядь, в Китае как бы живёшь до того, как в коммунистический Китай проник капитализм. Капитализм сметает всё. Капитализм не сметает, просто богатые, конечно, богатеют быстрее, чем бедные. И действительно, разрыв между бедными и богатыми, он увеличивается. Но бедные-то богатеют. Вот в этом принципиальная проблема. Бедные богатеют, блядь. По сути, да, всё примерно везде одинаково, ибо люди, они везде одинаковые. Точнее, принцип работы их головушки, он везде один и тот же. Нет. Мозги у людей разные принципиально, на качественном уровне. То есть тут даже без Савельева, блядь, это так. То есть можно послать в пизду полностью там Савельева и всех Савельевцев, какие только есть. Но факт остаётся фактом. Так называемая наука в 21 веке, она признаёт, что мозги, они по строению разные. У людей. Разница составляет только менталитет, это... Чё такое менталитет? Это социальный инстинкт, соответственно, там люди ведут себя несколько по-другому. Социальный инстинкт, ааа. И в более развитых странах люди, они менее инстинктивны. Более развитых. Чё значит более развитая страна? Это у нас что? Европоцентризм? Я сомневаюсь, что под более развитой страной будет подразумеваться республика Чад. Хотя бы поэтому в этих странах меньше коррупция, потому что люди менее инстинктивны. Но это долгая история и как-нибудь в другой раз. В общем, едем дальше. Вот, кстати, если на то пошло, Ежи меня попускает. Ежи считает, что я слил маргиналы, он мне об этом написал. Он считает, что в этой дискуссии полностью была моя победа. Вот в отличие от вас. Я-то сам так не считаю. Ну тут я бы не стал воспринимать слова всерьез. Приведу пример. Есть у меня на работе чувак, который находится в определенной зависимости от меня и еще одного парня. Ну, в рабочей зависимости, да? Так вот. Мне он говорит, что тот чувак гондон, а ему говорит, что я гондон. Внимание, вопрос. Что из этого является истиной? Правильно. Ничего. Ну или точнее и то, и другое истина. Все зависит от... Да, изящно ты подтолкнул к этой мысли. Это был необходимый пример из жизни. По-другому это передать никак нельзя было. Типа, просто сказать, бля, еженый ебать может. То есть, осторожно. Не, хуйня. Надо вот этот охуенный пример из жизни без конкретных лиц, без конкретного, значит, места действия. Меня всегда немного поражают примеры из жизни, когда... И это такое бывает довольно часто, когда люди приводят пример из жизни совершенно без конкретики при этом. То есть, понятно, что назвать конкретных людей нельзя в этой ситуации. Понятно, что нельзя назвать конкретное место работы, потому что это дианон. Но без этой конкретики пример, он вообще нахуй никому не упал. Он ничего не проясняет. Можно было гораздо короче и яснее сказать. Еженый может наебать. Я бы не доверял. Проверь, блядь, ржал ли он, когда это сказал тебе. Если он находится со мной, то ему выгодно сказать, ну, по его логике, то ему выгодно сказать, что он вот тот чувак гандон. Когда он находится с тем чуваком, то ему выгодно сказать, что я гандон. Ну, и как можно сделать из всего этого вывода, смысл этого никого нахуй не имеет. И это просто пустой звук. И обращать на такие вещи внимание я бы не стал. Ну, нахуй. Вот на этой планете, пожалуйста, освободите, я, блядь, сойду. Я серьезно уже сойду. Ну, это полный пиздец. Мне просто, блядь, страшно. Да, это пиздец. Это, блядь, пиздец. Это, блядь, вообще пиздец. Это охуеть как грустно. Просто осознавать, что ты так или иначе являешься частью этого ебучего, блядского цирка с глянями. Ну, это просто себе можно нахуй бонзги, блядь, вышибить. Просто нахуй страшно, блядь. Согласен. Надеюсь, я ответил на вопросы с самого начала ролика. Ну, и больше, собственно, мне добавить нечего. Что делать, вы знаете. Спасибо тем, кто досмотрели это до конца. Жалко, он в профиль голову не держит. Мне вообще интересно посмотреть, вот, на что происходит в плане наклона вот здесь вот. Потому что челка скрывает, а поэтому непонятно особо. До свидания. Я не буду, как бы, комментировать. Я все сказал уже. У людей представление о философии, ну, я вдогонку скажу, уже даже не касательно предыдущего видео, по сути дела, а так минимально релевантно, так скажем. У людей представление о философии, что там изучаются какие-то странные, триповые вещи, не криповые, а триповые вещи наркоманские, про вселенную, про какие-то миры и так далее. Вот, что-то типа рая и ада. Что-то типа параллельных миров, путешествий во времени и так далее. И преподаватель философии, мол, он сидит и зачитывает просто какую-то хуйню за хуйнёй, про какое-то дуальное пространство, про, блядь, абстрактный аспект, материальный аспект, блядь, ещё какую-то хуйню. Ну, на самом деле, изучение философии, если мы говорим не про философскую активность в принципе, да, то есть, которая человек склонен сам по себе, бывает, а про академическую дисциплину, философию. Там, в общем-то, вся суть в аргументации. То есть, важно не то, что, блядь, там, Фалец какой-нибудь Милецкий считал, что всё сделано из воды, важно, почему он так считал. Почему эта объяснительная модель была с его точки зрения наиболее оптимальна. Спасибо за подписку, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!